Видео снимается специально для канала всего о стиральных машинах и бытовой технике. Всем привет! Сегодня поговорим на тему, чем мыть индукционную варочную поверхность. Параги и проверканные средства у нас есть. В общем-то, индукционная варочная поверхность это такая танацея для тех, кто не любит много убираться, потому что она достаточно проста в уходе, если вы своевременно уделяете этому внимание. То есть, если у вас, например, убежало молоко на варочную поверхность, которая электрическая, то вот эта вот поверхность, которая горячая в этот момент, которая нагревалась, к ней молоко сразу прикипит. Это будет большая проблема от его отмывать. И, соответственно, если у нас убежит на эту варочную поверхность, которая не нагревается непосредственно вокруг посуды, в общем-то, ущерб будет минимальный. То есть, нам будет намного проще удалить эти все пятна. Ну что же, если мы все-таки уже посадили какие-то пятна и хотим избавить от них нашу прекрасную плиту, что мы можем сделать? Ну, в первую очередь, нам нужно обратить внимание, что мы не должны использовать какие-то абразивные средства. То есть, мы не можем тереть какими-то металлическими изделиями, лучше избавиться от жестких губок и скребков железных, потому что, ну, все-таки это может поцарапать ваши изделия, лучше этим не пользоваться. Хотя некоторые, конечно, тоже прибегают уже к таким способам, когда сильно испачкают поверхность, но лучше обойтись без этого. Лучше обойтись без абразивов, без каких-то средств, которые содержат измельченный песок, мел, пензу. Все это, в общем-то, не самая лучшая идея, потому что это все будет царапать плиту и, ну, это наносит непоправимый ущерб. После этого уже ее никак нельзя будет оттереть, после того, как вы потерете, потрете ее чем-то, что поцарапает и самую поверхность верхнюю. Что мы можем использовать из того, что есть у нас дома? В первую очередь, я часто рекомендую использовать соду, потому что это такое мягкое средство, оно не будет царапать. Если мы ее растворим, заранее сделаем из нее кашицу и нанесем на поверхность, то, в общем-то, легко потом можем убрать ее вместе со всеми загрязнениями. Убирать сами загрязнения можно при помощи губки, можно при помощи микрофибровой такой тряпочки. Это обычный удобный способ навести красоту на плите, ну, еще эффективный способ, если у вас убежало что-то жирное, можно воспользоваться жидкостью для мытья посуды. Можно оставить, можно нанести и оставить на некоторое время, чтобы отмокло. Это все, это лучше, чем отскабливать при помощи ножа и, не дай бог, каких-то железных устройств, которые могут поцарапать конструкцию. Лучше замочить и оставить в таком виде. Ну, самый лучший вариант, конечно, какие-то приобретенные средства, которые подходят для, непосредственно для использования сквитами. У меня вот это универсальное средство для мытья в кухне. Я его просто наношу, если у меня сильное загрязнение, то я оставляю на некоторое время, если не сильно, то просто протираю. Ну, оно главное, что не оставляет разводов, да, плита у меня вот по писке, вот ей не очень нравится, когда я по ней вожу. Ну, в общем-то, это все нормально. То есть, если мы используем такое вот средство, то обычно достигаем того, что у нас не появляются разводы. Если вы еще не любите разводы, для вас подойдет еще такое прекрасное средство, как любое средство для мытья окон. Тоже можно использовать и безопасно, и будет чистая поверхность. Вообще, главное правило – мыть своевременно, то есть не оставлять пятна, не ждать, когда они засохнут. Если мы на них приготовим еще что-нибудь, то плита у нас, конечно, будет не идеальная. Потом придется более сложно удалять пятна, поэтому как можно быстрее удаляйте их, и это главный секрет того, что у вас плита останется чистой. Я надеюсь, видео было для вас полезно. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всего хорошего! Всем пока! И видео принадлежит каналу все о стиральных машинах и бытовой технике.